ДУХОВНЫЕ СОСТОЯНИЕ В словаре нашёл такую информацию, что библейские пророчества — это предсказания каких-либо событий, которые произойдут в будущем и которые получены особыми людьми, людьми, которые называются пророки, от Бога, Творца, Высшей Силы. Предсказания, в свою очередь, это информация о некотором событии, которое с большой вероятностью произойдёт в будущем. Причём предсказания делятся на рациональные и иррациональные. Рациональные — это предсказания каких-то рисков в организации, это может быть предсказания погоды, каких-то финансовых показателей. А иррациональные, ну, мы тоже слышали, что это всякие ясновидения, гадания и так далее, и так далее. Вот, и вопрос к Вам. Вообще, как, в чём отличие пророчества от предсказаний? Ну, в том виде, в котором представлены в словаре. Ну, предсказания это мы можем отнести к тому, что у людей есть какие-то знания о развитии общества, технологии, науки, культуры и так далее. И они на основании этого высказывают какие-то предположения о будущем. У них нет твёрдой уверенности в этом. Просто зная все технологические, культурные, исторические, политические моменты развития человечества, они на основании, может быть, прошлого, на основании своего научного опыта могут прогнозировать будущее. Это, в принципе, обычная работа людей, учёных, к которым мы обращаемся и пытаемся от них получить какие-то советы, какие-то консультации на будущее. И так, в общем, можем развиваться. Это не пророки, это просто умные люди, которые предсказывают будущее с более или менее каким-то коэффициентом вероятности, потому что оно им тоже неизвестно, но, обладая знаниями о сегодня, можно предсказать примерно, а что же может быть тогда завтра. Это одна тема. И вторая тема – это когда люди, которые могут погружаться в систему управления нашим миром, они ощущают силы, которые управляют нашим миром, даже, может быть, в какой-то мере они могут совмещать себя с этими силами. Это зависит от уровня пророчества, от уровня пророка. И далее они могут уже не предсказывать, как бы, что это может быть так, а может быть так, на основании каких-то выкладок или на основании прошлого. Они могут, эти люди, просто говорить о том, что должно быть и будет. Мы встречаем в наших источниках такие рассказы об этих людях, и мы их называем пророками, потому что у них существует именно благодаря их духовному развитию подъем выше ограничений нашего мира, это выше времени, пространства, и таким образом они нам рассказывают, допустим, что может быть. В наше время пророков нет, да и мы находимся на таком уровне, что мы их не ждём и не верим, но, в общем, такое есть. Вы знаете, интересный факт, что для верующих людей все библейские пророчества, они сбывались, как бы, сбылись уже, а для людей, для скептиков и неверующих, естественно, ничего этого не происходило. То есть, в принципе, они писали так двояко, двусмысленно, что можно было интерпретировать это и так, и так. Дело в том, что пророки писали или говорили на духовном уровне, и те люди, которые находятся на духовном уровне, их понимали, и поэтому воспринимали и видели то, что происходит. А те люди, которые не воспринимают духовный уровень, они не ощущали и не слышали вообще ни пророков самих, ни то, что происходило по их пророчествам. Вот у меня здесь несколько вопросов. Есть целые дисциплины, которые занимаются библейскими пророчествами, в основном их истолкованием. И здесь возникают такие спорные вопросы. Первый вопрос – это точность толкования. Можно ли установить единственное верное значение текста? Нет, нельзя. И это надо изначально знать. И почему? Дело в том, что пророк никогда не высказывает точно, потому что совмещение нашего мира с миром духовным, оно очень неоднозначно сложно, и оно происходит, может быть, относительно определенных людей или даже одного человека, а не просто так вот ты выходишь на улицу, ты видишь, что мир поменялся. То есть пророк сказал, и так это и случилось для всех. Мир, он имеет очень много различных видов, и каждый может видеть его, каждый может ощущать его в мере своего соответствия с пророком, с пророчеством. Так что… То есть и те, и те правы, да, и скептики, и верующие, каждый видит то, что он хочет видеть. И каждый увидит то, что он хочет. Ну вообще, а может ли иметь текст какой-то высший смысл, дополнительную информацию? Естественно, что да, но опять-таки тот, кто умеет его читать и правильно понимать. Наш мир вообще не имеет никакого вида. Он рисуется в наших чувствах. Мы об этом как-то говорили. И поэтому говорить о том, что вот пророк нам там чего-то нагадал, во-первых, он не гадатель и не кудесник, он просто рассказывает нам, каким образом развивается природа. Причем природа, не какие-то там сказания, сказки или мистические действия. И поэтому надо что-то с этим делать, чтобы понимать, что он говорит. Надо понимать сам язык пророчества. Надо понимать, что надо сделать, чтобы быть на его уровне. А иначе ты просуществуешь. Ну, смотри, рядом с нами в этом мире живут, находятся разные объекты. Есть неживые, есть растительные, есть животные. А мы как бы отличаемся от животных, приподнимаемся немножко из животного уровня в уровень человек. Так вот, а для них изменится мир или нет? Если он, согласно пророку, пророчеству, как-то начнет меняться. Собаки, кошки, дикие звери, растительность, они тоже поменяются или нет? Так вот, проблема в том, что надо находиться на таком уровне, чтобы увидеть изменение природы и понять, что оно происходит в ту или иную сторону, и это в соответствии с твоим образованием, воспитанием, с твоим духовным развитием в общем. И тогда ты увидишь, что пророчества сбываются. Ну, мы знаем, что был целый период пророков, это где-то до разрушения второго храма и от построения вообще храма. То есть где-то около тысячи лет был такой период, может, чуть меньше. И вопрос такой, как относиться к пророкам, которых было несколько десятков, они все известны, они всеми приняты во всех религиях. Ведь мы знаем, что Тора написана такими-то сказательными языком, языком ветвей, как это говорится в Кабале, то есть рассматривались какие-то духовные силы, описываются словами нашего мира. Также можно отнести тексты пророков к такому же толкованию? Несомненно. Несомненно. Ничего нет вообще в Торе, то есть в общих текстах Танаха, Туран, Невиим, Ктувим, чтобы можно было понимать простым языком, простым разумом. Это всё имеется в виду относительно людей, которые хотят приподняться над нашим миром и увидеть силы, системы, им управляющие. То есть, в принципе, невозможно, с Вашей точки зрения, просто человек какой-то, не говорю, просто человек, учёный, какой-то профессор в университете, открыл эти пророчества, прочитал, и используя какие-то сравнительные анализы текстов, описание, о чём там говорит пророк, какой-то там растительности или каких-то исторических событий, определить, правильно это или нет. То есть, это невозможно. Это надо подняться на духовный уровень, чтобы понять, о чём идёт речь. Конечно. И тот, кто говорит, и тот, кто слушает. Ясно. А могли ли вообще пророки ошибаться? Ведь были же лжепророки. Вообще были ли лжепророки? Лжепророки – это те, которые просто умели подставить себя под публику, и публика им верила. Ну, в принципе, определить, кто лжепророки, кто нет, невозможно. Нет. Простой человек не может. Простой человек не может вообще ничего определить. А вообще, почему был вообще такой период пророки, такой огромный период исторический? Это каббалисты. Пророки – это каббалисты, которые достигли уровня пророчества, и работали на нём, то есть постигали всё мироздание на этом уровне. То есть, в принципе, нет разницы между каббалистом, постигающим Творца, и между пророком? Каббалист, который постигает Творца на определённом уровне, называется пророк. То есть не каждый каббалист – пророк, но пророк, он, естественно, каббалист. Но каждый пророк – он каббалист. А, то есть постигающий Творца. Да. То есть не факт, что если он не говорит о будущем, это значит, он может быть каббалистом, но может быть, но не пророком. Да. Потому что, в принципе, описано, что Авраам тоже был первым пророком. В принципе, пророк – это очень просто. Пророк – это тот, который говорит с Творцом. Что значит говорить с Творцом? Творец – это не вещественный какой-то объект. Это природа, вы говорили? Да. То есть человек, который проникает вглубь природы, так, что общается с ней двусторонне, понимает её причины, следствия, силы, которые взаимодействуют, положительные, отрицательные и так далее. Вот этот человек, который ощущает на себе всю эту гармонию взаимодействия природы в обе стороны, он называется пророк. Ну, сейчас самое интересное как раз. То есть способы получения пророческой вести. То есть получается, что с природой можно говорить, как вы сейчас сказали. Ощущать то, что мы ощущаем. То есть, ну, описано, по крайней мере, описано так, что можно слышать Бога, а можно с ним разговаривать. Есть разница, да? Да. В чём это? Разница в постижении природы? Да, разница в глубине или высоте постижения природы. А вообще вот есть, написано, что есть такие пророки, которые получали информацию во сне. Что это за способ общения? Это всё уровни постижения, но не имеется в виду сон, и не разговор, и не видение обычными нашими инструментами. Часто описано, что через ангелов получали информацию. То есть не напрямую от Творца, а через ангелов. Да. То есть ангелы – это называется силой. То есть это уровень связи с высшей силой, с природой? Да. А самый высокий уровень какой? Самый высокий уровень – это слияние с Творцом, когда все силы, находящиеся в человеке, они завязаны на Творца, и тут уже нет подразделения ни на общение, ни на каких уровнях, как видение, слух, ощущение, а всё включено. Ну вот если можно так спросить, вот процесс сам можете описать? То есть как, вот сидит человек, и вдруг ему какое-то озарение? Нет. Или это накопительный процесс? Для этого он должен выйти из себя, из своего эгоизма, и начинать взаимодействовать с другими и через других с Творцом на основании его всё развивающегося альтруизма. И только в таком случае он становится пророком. То есть, если я правильно понимаю, это накопительный процесс, который может занимать десятки лет, пока человек входит в связь вот с этой высшей силой природы, и меняет свои свойства, свою природу, то есть это не как кажется, что человек сидит, и вдруг ему там или во сне, или как-то, это какое-то озарение. Нет. Вдруг такого не бывает, да? Да. А вообще как правильно относиться к пророчеству? Для кого они писали? Они же писали, наверное, для людей, да? Это высокий уровень развития каббалиста, когда он достигает уровня, что общается с Творцом на уровне пророчества. А зачем он это писал, если он понимал, что другие люди не поймут, что он пишет? Для того, чтобы все-таки отчасти, может быть, поняли. Ну как, мы же говорили, что это вообще невозможно, нереально понять. Нет, нет, нет. И в наше время человек может отчасти достичь такого уровня, что он поймет, что писал пророк. А, то есть если он достиг такого уровня? Ну конечно, иначе вообще мы не понимаем каббалистические тексты, а только в том уровне, в котором мы можем приподняться над собой. То есть, в принципе, можно сказать, что они писали для людей, которые уже находятся в каком-то постижении, ну в небольшом, допустим, постижении. Это для них как какая-то карта для действий? Ну, это не то, что небольшое постижение, я бы сказал. Потому что быть на уровне пророка – это очень высокий уровень. Ну, скажем, это не для просто человека, который вообще не занимается духовным развитием. То есть он не может просто сейчас взять и прочитать какое-то пророчество и что-то из себя взять оттуда для себя. Нет, он… Так и так не делается. Человек должен работать над собой, над своим эгоизмом, приподниматься над ним, использовать его в противоположную сторону, в сторону отдачи и любви, достичь в этом некоего подобия Творцу. И в своём подобии Творцу он должен достичь уровня пророка. Это один из уровней подобия Творцу. Вот пророчества всегда были о конце исправления, о последних днях, говорится… Да, они обычно говорили о уровне исправления высоком, который подозревает под себя последние дни, что называется. То есть последние ступени постижения человека. По ступеням, по ступеням он поднимается, как бы ступени постижения, ступени отречения от своего эгоизма, подъёма над ним, использование его, наоборот, на отдачу и любовь к другим. В соответствии с этим, поднимаясь по этим ступеням, он достигает такой ступени, которое называется пророчество. Кстати, были, естественно, предсказаны все изгнания иудеев, а также разрушение Иерусалима, храма. То есть заранее это всё было предсказано. Да. То есть наверняка они пытались предупредить тех людей, которые жили в тот период за несколько десятков, сотен лет, что это произойдёт? Были такие пророки, которые хотели предупредить и предупреждали. А в основном то, что должно произойти, происходит. Ну, в общем, я не знаю даже, что тут сказать. А почему вообще в иудаизме запрещено выражить, гадать? А с одной стороны, а с другой стороны, пророки позволены. Кто может выражить и гадать? Как правило, простые люди, которые хотят каким-то образом прославиться, у которых есть какая-то тяга к этому естественное животное, они этим занимаются. Серьёзные каббалисты, они этим не занимаются. Они занимаются внутренним подъёмом, постижением, они обучают других людей, как этот духовный подъём на себе реализовать. А в чём вот вы видите отличие, ну, как бы, простой человек какие-то могут быть и признаки от отличия гадания, предсказания каких-то от пророчества? Текст какой-то гадалки от пророчества. В чём может быть отличие? Текст гадалки, я не знаю, откуда она его достаёт и что она с ним делает. Начиталась какая-то там шаманка чего-то. А пророк, когда он говорит или пишет, он пишет из того, что он в этом находится. В этом будущем или в этих обстоятельствах. И об этом он говорит. Ну, это внутреннее, потому что, можно сказать, и гадалка в этом находится. Ну, это... То есть, я говорю, внешней, внешней признаков нет, да? То есть мы как говорили... Нет, конечно. Нет. Человек остаётся человеком, биологическое существо в нашем мире совершенно неотличимое от других. Даже может быть несколько странное, но может быть и не в лучшую сторону. И всё-таки это запрет, который существует уже тысячи лет. Не выражите, не гадайте? Да. Да, естественно. Почему нельзя человеку узнать будущее своё? Это не может ему как-то... Ничего не может помочь. Не надо ему этого знать. Не надо ему этого знать. Совершенно. И не стремиться к этому. Ну, не своё будущее, а, допустим, будущее своей страны, человечества. Это надо знать. Ведь каббалисты об этом, да, пишут о будущем. Будущее человечества нам описано в нескольких таких сценах довольно неприглядных. И мы должны стараться их избежать. То есть, стремиться к хорошему будущему. Кстати, тоже вопрос. А почему всегда описаны вот такие тяжёлые состояния, будущее такое всё в чёрных красках и очень резко? Потому что последние исправления, они очень тяжёлые. Мы всё время... Мы всё время движемся по исправлению мира. И от малых, мелких, лёгких исправлений к большим, к серьёзным. И поэтому все будущие исправления, они намного более серьёзными. Но и мы к ним будем подготовлены лучше. И поэтому то, что невозможно было исправить в предыдущих поколениях, мы сможем исправлять. Я даже когда искал информацию, набрал пророчества и сразу в Ютьюбе мне выдало там огромное количество разных клипов, но все картинки страшные. Всё такое... То есть, хочется сразу закрыть и вообще даже не обращать на это внимания. Это верно. Потому что то, что там наговорено и то, что там сделано, скомпилировано, это всё не стоит вообще... А почему вообще природа скрывает от нас информацию будущего? Человек должен его делать. А не нарисовать себе по каким-то источникам и ждать. Будущее своё ты должен делать сам. Ты должен убедиться в том, что и настоящее своё, в котором ты сейчас существуешь, ты тоже делаешь сам. Ничего в том, что мы сейчас существуем, нет ничего настоящего. Настоящее не в том, что это время настоящее, а в том, что вообще в этом истинной никакой нет. Это всё только относительно тебя. Почему всё-таки даётся некоторым людям такая возможность предвидения? Это какой-то баг в природе? Нет. Это возможность есть у каббалистов согласно источнику их души. Но в принципе я не думаю, я говорил об этом и за своим учителем, завидовать этому свойству нельзя. Нечего завидовать. Ничего хорошего в этом нет. Это просто даётся от ещё обязанности человеку правильно владеть собой и вести других людей. Да, но ведь не только каббалисты являются предсказателями будущего. Вы сами говорили, там, Вольф Мессинг, наверное, там, Нострадамус тоже предсказывал. Это совсем другие дела. Это не с точки зрения каббалы, это с точки зрения психологического ощущения мира. Да, но даётся людям такая возможность. Почему? Да, даётся. Это тоже особенность душ и даётся им возможность подняться над физической реальностью и начинать ощущать силы, которые рисуют нам эту реальность и которые могут рисовать другую реальность. Мы существуем в пространстве и всё, что рисуется перед нами, это силы природы. Нет ничего вещественного в том, что мы находимся здесь и сейчас, чувствуем, ощущаем, вокруг нас существует что-то, мы взаимодействуем и так далее. Это всё силы природы, которые создают нам эту картину, матрицу. Да, так вот вопрос, ещё раз, вот вопрос, это важно понять, почему природа даёт некоторым людям вот такую возможность. Это источник души. У одних такая душа, у других другая. Одни умные, другие глупые, эти с определёнными наклонностями, склонностями. Есть высокая душа, есть обычная. Ничего не надо, ничему завидовать. Все мы достигаем в итоге одного и того же уровня абсолютного постижения всего мироздания. Но к этому у каждого свой путь. Ну вообще, как работать с этой информацией? Допустим, если мы говорим о каббалисте, таком, как Баласулан, который предсказывает Третью, Четвёртую мировую войны. Кстати, войны. И, кстати, он, по-моему, один из немногих, кто написал, наших современников написал пророчество. Он так и пишет, да, у него есть такая статья пророчества. До этого, я не знаю, или, по-моему, с разрушения второго храма даже был запрет пророчества. Ну, он где-то высказывался вообще, да, и вообще то, что он рассказывает о том, к чему мы должны прийти, каким образом, это всё тоже ведь определенным образом пророчество. Он предсказывал, вы говорили, за несколько десятков лет о Холокосте и так далее. Да, он пишет об этом. А как вообще работать с этой информацией? Никак работать, просто брать то, что он говорит и исполнять. А почему никогда не слушают пророков? Даже сказано, что нет пророков в своём отечестве или в своём городе, то есть заранее уже знали, тысячи лет назад знали, что пророки говорят, но их не предсказывают. Люди эгоисты, они не хотят слушать, пророков, потому что все пророки говорят только о любви к ближнему. А люди этого не желают. И поэтому вот так из поколения в поколение всё идёт до полного осознания низменности своей природы и до необходимости подняться из неё любыми средствами. К этому мы придём. Даже вообще опасно быть пророком, потому что есть исторические факты, когда убивали пророков. А кто желает их слушать? А вообще были какие-то периоды в истории, когда услышали пророка? Когда-то, но сегодня. Ты же видишь, как живут каббалисты, как они существуют, как остальные ими пренебрегают. Так что я не думаю, что есть в этом какая-то притягательная сила быть каббалистом, а тем более на пророческом уровне. А цель вообще пророчества это предупредить человечество или есть ещё какая-то цель? Воспитать. Здесь нет запугаловки, здесь нет предупреждения, что смотри, ой-ой-ой, что может быть. Нет. Пророки этим не занимаются, потому что они понимают природу человека и насколько человеку это невозможно, очень тяжело. они просто воспитывают людей насколько могут, объясняя им будущее человечества и как этого будущего достичь кратким добрым путём. Вот ещё раз расскажите, почему нельзя знать человеку своё будущее? Чему это может ему навредить? Потому что это будущее формирует он сам себе. А если вдруг ему уже нагадали? Ну так получилось, ему нагадали что-то, и что он с этим сейчас должен делать? Не обращая внимания на это, действовать правильно. То есть в принципе мы изменением своей природы, своими усилиями мы строим будущее. Да. То есть его как бы нет, оно есть в потенциале. Да. Я правильно понимаю, если мы идём естественным путём развития, то действительно будущее можно предсказать. А если идёт уже вмешательство наше как человека, то это уже тут есть разные вероятности, что это произойдёт в материальном мере или нет. Да. Ну, последний, может, вопрос. Вы тоже часто говорите о будущих событиях, в частности, предсказываете безработицу, антисемитизм. Ну да, да. Я не говорю, что это пророчество. Антисемитизм, вирусы и другие катастрофы. Кстати, два года назад, почти два года прошло, говорили, что этот вирус не пройдёт. Он будет с нами надолго. Ну, я не думаю, что тогда много людей об этом говорили. У нас всё записано. Вот. И вопрос, откуда вы всё это берёте? Из-за защищения того, что это находится в нас, в природе. Из-за защищения того, что мы получаем эти данные от природы. Что мы должны меняться на основании этих вирусов, этих всех событий. А мы не меняемся. Значит, эти события будут продолжаться. Логично. Ничего здесь нет другого. Всё плохое будет продолжаться до тех пор, пока мы его не сменим на хорошее. Мы сами своим сближением, добрым отношением друг к другу. Если этой тенденции нет, то, естественно, добро будет пропадать из нашего мира всё больше и больше и будет заменяться злом. Делаем это мы сами. Нет, мне понятно, что общее направление ясно. Если человечество не будет меняться, исправляться, объединяться, то будут такие-то, такие-то. У природы есть очень много способов, как нас заставить прийти к этому состоянию. Но это в общих чертах. А вы говорили про вирус. То есть конкретно... Потому что это современное воздействие на человечество. Да, но он мог быть два месяца, а потом могло быть землетрясение и другие проблемы. Но вы говорили, что нет. совсем другое воздействие. Любые, любые воздействия на человечество, на неживом, животном, растительном, животном и высшем уровне. Это все приходит постепенно, постепенно. Если уже пришло такое воздействие на уровне вирусов, это живые существа, которые общают людей между собой, соединяют людей между собой, это уже большая проблема. Я думаю, что это еще действительно долго не пройдет и вынудит нас как-то по-другому начать думать. То есть это какой-то природный механизм, который, в принципе, влияет на наши взаимоотношения. Он нас разделяет, он нас объединяет, кого-то объединяет, кого-то разделяет. Абсолютно точно. То есть, в принципе, в этом смысл этого всего. А как вот каббалист работает с этим? Как он это определяет? Он сидит, изучает это или он из своего просто постижения говорит, этот вирус еще будет 10 лет приблизительно. Или же он как-то это углубляется, начинает изучать. Вот я готовился к этой программе, я не мог просто прийти на программу, у меня не было вопросов, но я начал изучать, читать тексты, там сравнивать, и поэтому я могу какие-то вопросы задать. А вот каббалист, как он? Или просто, если человек в этом находится, он... Он находится в этом. Как я, допустим, если я был в Китае, так я могу сразу вам рассказать о Китае. А если я не был, мне надо почитать, изучить. То есть, он находится в этом. Каббалист находится в этом, и поэтому для него это... Ну, есть ограничения в его знаниях и по высоте, по глубине, и по оси времени, но, в общем, он знаком с этим, исходя из своего постижения. То есть, это часть его жизни, часть картины мира, которая ему раскрывается. Ну, последний вопрос, чисто меркантильный, уже используя связи, то, что мы уже находимся на передаче, сколько же еще это будет длиться корона, потому что есть пару планов интересных на будущее, и хотелось бы их как-то реализовать, и корона мешает. Я надеюсь, что она не пройдет, а будет все больше и больше углубляться, расширяться, будет ставить между нами такие преграды, заграждения, которые покажут нам, насколько мы ненавидим друг друга, насколько мы вдалеки друг от друга. С какой вероятностью вы утверждаете, что она не пройдет? То, что я вижу. Как это измерить, я не могу. Ну, это же не сто процентов, или сто процентов? С моей стороны? Да. Нет, но это вероятно, что так оно и будет. Если нет, то это сменится чем-то более серьезным, вещественным. Но я надеюсь, что корона нам заменяет, кстати говоря, очень многие плохие события, типа войн, она отдаляет людей, она ограничивает людей, и поэтому очень хорошо, что она в таком виде существует. Я за то, чтобы корона еще более и более усиливалась, потому что она показывает людям, насколько они должны быть в удалении друг от друга, чтобы их внутренние ощущения соответствовали внешним. Пока ты не будешь думать о человеке хорошо, ты не сможешь к нему приблизиться. Спасибо. Спасибо большое. Это была передача «Духовные состояния. Пророчество». Удачи вам. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok